Дмитрий Нечаев Дмитрий Нечаев Дмитрий Нечаев Результаты впечатляют. Такого единения, такой солидарности трудно было даже ожидать с учетом колоссального давления, многолетней промывки мозгов, вранья, лживых обещаний, смертельных угроз со стороны Запада и Киевского режима. И, конечно, отдельный респект смелости и решимости жителей прифронтовых территорий. Но вот эйфории, как было в 2014 году, ожидать не стоит. Да и впадать в нее тоже не нужно. Результат референдума – это победа на политическом фронте. А вот ситуация на фронте реальном сегодня, увы, пока далека от победоносного финала. И вот здесь кроется ответ на вопрос, зачем нам мобилизация. Уже настало время здраво и честно оценить картину происходящего. Идут тяжелые позиционные бои. Под изюмом мы и вовсе вынуждены были временно отступить. И причиной этого стали изменившиеся условия. Боевые действия нашей армии против превосходящего нас по численности, но недоученного и недовооруженного противника стали переходить к фазе войны против хорошо обученного, хорошо вооруженного и превосходящего нас по численности врага. Разумеется, это стало возможно только благодаря накачке ресурсами со стороны НАТО. Победить при таком раскладе уже стало крайне сложно. Очевидно, это и послужило причиной принятия решения о частичной мобилизации. Сегодня все обсуждают, как она проходит, какие есть сложности и почему они возникают. Например, почему время от времени возникает какая-то неразбериха в военкоматах, когда то призывают не тех, кого полагается, то наоборот дают отлуп добровольцам. Мне с моими коллегами на Медне удалось встретиться с высокопоставленным представителем военкомата. Он многое пояснил, прояснил, но большая часть информации была для служебного пользования. А потому скажу лишь то, что, во-первых, с частичной мобилизацией в регионе в целом все идет по плану. Абсолютное большинство призванных проявляют боевой настрой и готовы защищать отечество. Ну а вот что касается проблем, то многие из них неизбежные и системные. Они, если хотите, из сравнительно недавнего прошлого. Из того, когда мы своих самых опасных противников стали почему-то называть партнерами. Это, начиная с 90-х годов, привело к масштабной реорганизации мобилизационной составляющей наших вооруженных сил. К 2013 году было ликвидировано большинство кадрированных частей, полков и дивизий сокращенного состава, где в мирное время сохранялся только офицерский состав и подразделения обеспечения, а в военной на их базе за короткое время разворачивались новые части. Упор был сделан на формирование малой профессиональной армии с призывной составляющей. И локальные военные конфликты в Грузии, Сирии, а также военная компания в Крыму, казалось бы, подтвердили верность этой концепции. Но начавшийся в 2014 году военный конфликт с Украиной показал, что для преодоления более масштабной угрозы, имеющейся у России на западном и юго-западном направлении группировки войск, недостаточно. Тем более, что Украина весьма активно готовилась к войне, увеличив, например, численность своих сухопутных войск с 2014 года более чем втрое. Отдельного внимания заслуживает их достижение на информационном фронте, а также организация деятельности диверсионно-разведовательных групп. Об этом мы много рассказывали, в том числе и с использованием информации, что называется смес событий, получаемой от наших коллег-журналистов из Запорожья. Ну а мобилизация на Украине идет в режиме вообще нон-стоп. С людскими потерями там, похоже, вообще никто не считается, и в бой бросались плохо экипированные и малообученные солдаты, которые гибли буквально десятками тысяч. Но это позволило режиму Зеленского выиграть время и сформировать в тылу хорошо обученный резерв, который был введен в бой в последних числах августа и смог временно изменить характер войны. И вот полгода войны на каждого российского солдата приходилось более трех украинских, засевших к тому же в этих прочных укреплениях. Украинское военное командование, плотно опекаемое западными кураторами, сразу заметило этот слабый момент в нашей тактике. Все это привело к тому, что во второй половине лета боевые действия стали позиционными. А в первой половине сентября Украина, собрав резервные силы в кулак, общей численностью до 50 тысяч человек, нанесла, как мы знаем, мощный удар в районе Изюма, вынудив наши войска отступить за реку Оскол, оставив практически всю Харьковскую область. Наверное, этот контрнаступ и стал окончательной точкой в вопросе, сможет ли Россия обойтись без мобилизации. То есть это решение стало до определенной степени неожиданным, хотя надо было предвидеть такое развитие событий. Но, видимо, не доработали. Вот отсюда и ряд сбоев в процессе мобилизации. Они не фатальны, и корректировка идет буквально по ходу дела. Так или иначе, сегодняшняя система военных комиссариатов не та, что была в советское время. Достаточно сказать, что с 2006 года число военкоматов сократили с 2300 до 1600, уволив почти 17 тысяч офицеров. Ну а оставшиеся обеспечивали ежегодный призыв примерно 130 тысяч срочников. Но, столкнувшись с необходимостью мобилизовать одномоментно 300 тысяч человек, некоторые комиссариаты дали отдельные сбои. Сегодня в соцсетях и СМИ звучит много критики по поводу организации процесса частичной мобилизации. Часть этих претензий действительно обоснована. И хочется надеяться, что это тоже поможет отладить систему. Например, в Твери на сборном пункте оперативно наладили трехразовое горячее питание для будущих бойцов, заработали колл-центры и так далее. То есть все отлаживается под реальные нужды военного времени. А еще, и это, пожалуй, сейчас самое главное, за несколько месяцев резервистов необходимо хорошо обучить и экипировать, прежде чем отправлять на фронт. Ведь это лучшие наши люди, не сбежавшие от призыва, а вставшие на защиту Родины. Сегодня вся промышленность, оборонно-промышленный комплекс, все должны максимально работать на их обеспечение. Если чего-то не хватает, то надо оперативно закупить у союзников. Страна отправляет их на защиту нас с вами. И мы обязаны дать им лучшее оружие, лучшую защиту, лучшую технику. Нынешняя мобилизация непримерно даст стратегический эффект, но только если обеспечит появление на фронте полнокровных боеспособных частей и соединений. Запад еще долго может накачивать Украину оружием, но человеческий ресурс там уже истощен. Поэтому нужно, как говорится, с новыми силами переломить хребет оставшимся нацистам и победоносно довершить начатое. Ну и в завершении пару слов о церемонии подписания договора с главами республики областей и о выступлении президента России. Ключевым посылом Владимира Путина в его исторической речи 30 сентября было то, что только сам народ может делать выбор относительно своего будущего. И ни у какого государства извне нет на это права. Еще один важный момент, озвученный президентом, это то, что Россия по-прежнему готова к диалогу. Но выбор, сделанный на референдуме, обсуждению не подлежит никогда. Владимир Путин также напомнил и о неизбежности происходящего, назвав нынешние события полем битвы, на которое нас позвала судьба и история, и акцентировал, что эта битва за наш народ. «За нами правда, за нами Россия», закончил свою речь глава государства. От себя добавлю, что теперь за нами стало еще больше России, и впереди много работы, чтобы ее отстоять и возродить. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире.